Здравствуйте, уважаемые гости. Компания Кудерлайн приветствует вас. Сегодня тема нашей встречи, вы видите ее на экране, это новые отчеты по налогам и по персонифицированному учету. И смотреть мы с вами будем и сегодня таким образом. Нормативную, так сказать, базу я буду показывать на слайдах, а потом мы будем переключаться с вами на демо-версии конфигурации и, соответственно, на них уже смотреть то, о чем мы поговорили и как это будет выглядеть уже ручками, так сказать. На экране вы видите наши контакты, то есть адрес электронной почты, телефоны, телеграм-контакты. Вести сегодняшний вебинар буду я, консультант Натальдитик Гардышева. Вы видите мои контакты тоже отражены на слайдике. И адрес нашего сайта кудерлайн.ру. Если кому-то оказалось, например, неудобно время проведения вебинара или вы не смогли досмотреть его до конца, вы можете перейти в последующем на наш сайт. Мы выкладываем записи вебинаров и посмотреть его в удобное для вас время. А также можно найти любую другую информацию. То есть у нас достаточно много и обучающих, обучающей информации, записи вебинаров. Ну, то есть, может быть, вам будет что-то интересно, кроме того, о чем мы сегодня поговорим. Итак, программа нашего вебинара сегодня будет такая. Мы поговорим про новые формы регламентированных отчетов по зарплате и по кадрам, которые применяются в 2023 году. То есть за первый квартал, вот сейчас в апреле, до 25 числа мы должны будем отчитаться по этим формам. Поговорим про настройки, которые необходимо ввести в программе, про административные мероприятия, которые необходимо провести. То есть это подтверждение вида деятельности, кадровый документооборот, положение... Извините, по-русски хочется много сразу сказать, и язык заплетается. То есть положение в внутреннем трудовом распорядке. И, соответственно, поговорим про дополнительные сервисы, про личные кабинеты. Ну и посмотрим по регламентированной отчетности, что у нас изменилось или не изменилось, какие сервисы добавились. Итак, собственно, в этом году у нас самые значимые, если можно так сказать, документы и отчеты, это связанные с объединением фондов, то есть созданием единого социального фонда России. И, соответственно, отчет новый ЕФС-1 и отчет по персонифицированному учету. То есть это, так сказать, более знаковые изменения. Ну и, соответственно, в некоторые другие формы внесены изменения, то есть НДС будем сдавать по новым формам. И, в общем-то, достаточно много технических, если можно так сказать, корректировок, которые внесены в регламентированную отчетность. Отчетности мы по ним тоже немножечко пройдемся. Итак, то, что касается персонифицированного учета. Я хочу напомнить, что сведения по персонифицированному учету и по кадровому учету у нас теперь отражаются, во-первых, в отчете ФС-1, а во-вторых, в отчете по персонифицированной отчетности, то есть РСВ-шке, по персонифицированным начислениям и отчетности, которые мы поэтому сдаем. Ну и также немножечко затронем штрафы, поскольку, естественно, когда такие глобальные изменения, то штрафы тоже немножко, скажем так, скажем политкорректно, немножко актуализированы. Саму по себе форму отчета утвердила налоговая инспекция своим приказом от 29 сентября прошлого года. Обратите внимание на номер этого приказа, последние циферки 878. Я немножко позже скажу, почему я на них акцентирую ваше внимание. Но, собственно, этот отчет заменил привычный нам СЗВМ. Этот отчет подается в налоговые органы, подают его все, кто производит выплаты физическим лицам. И, собственно, какие изменения претерпела сама форма, это теперь четыре раздела вместо бывших трех. Отчет дополнили разделом для организаций, которые выплачивают вознаграждение прокурорам, следователям и судьям. И, соответственно, в нем отражаются взносы на пенсионное страхование, на обязательно медицинское страхование. И они отражаются теперь единой формой. На самом деле это связано, естественно, с единым налоговым платежом. И в последнее время очень много возражений по поводу единого налогового платежа возникает и со стороны пользователей, то есть налогоплательщиков, и, как ни странно, со стороны налоговых органов. Потому что теперь получилась достаточно интересная ситуация. Если раньше, например, по НДС все, кто подает декларации, фактически уплачивали разницу или, наоборот, если было возмещение НДС, то получалось, что то, что подлежит возмещение из бюджета шло как бы отдельной строкой и попадало, фактически платился НДС за счет налоговых органов. Теперь такая ситуация возникла у налоговиков по НДФЛ, потому что раз все попадает единой суммой, то, соответственно, задолженность по другим налогам погашается за счет поступления по НДФЛ. Рассматриваются разные варианты изменения такой ситуации от того, чтобы изменить и убрать НДФЛ из суммы единого налогового платежа и, кончая тем, что отказаться вообще от системы единого налогового платежа. На что нам нужно обратить внимание, когда мы будем формировать персонифицированные сведения о физических лицах. Во-первых, хочу обратить ваше внимание вот на что. Обратите внимание на коды. Сейчас я спущусь на слайдик ниже, покажу саму форму, то есть вот сама форма нового налогового отчета, персонифицированные сведения о физических лицах. И вот вы видите красной рамочкой выделены сведения, на которые я хочу обратить ваше внимание. Сейчас мы снова с вами поднимемся. И, соответственно, коды, на которые надо обратить внимание, вот вы видите их, они перечислены. То есть это местонахождение организации, местонахождение правоприемника. Если, например, у вас происходила реструктуризация и, допустим, слияние происходило или какие-то аналогичные мероприятия. Для ИП и физлиц мы с вами видим, проставляется код 112, то есть по месту жительства физического лица, который не является в ИП, или занимается в установленном порядке частной практикой. 120, если по месту жительства индивидуального предпринимателя. Ну и дальше у нас идет, соответственно, 121, 122 и так далее. Это по месту жительства адвокатов, нотариусов, членов фермерских хозяйств и так далее. То есть при заполнении титульного листа на это нужно будет обратить внимание. Следующий момент – это когда сдаются отчеты. То есть сведения персонифицированные должны сдаваться до 25 числа. Как вы помните, это теперь единая дата по даче отчетности. Ну, соответственно, действует старое правило, что если эти даты выпадают на выходные или праздники, то срок сдачи отчетности переносится на ближайший рабочий день. Ну, соответственно, за 2023 год нас интересует, что в апреле мы должны будем отчитаться до 25 мая. В мае до 26 июня. Ну и дальше вы видите, здесь перечислены даты, когда крайний срок подачи отчетности. То есть, естественно, если вы подадите раньше, то не будет меняться срок отчета. И если у вас в организации происходили какие-то, например, реорганизационные мероприятия или организация находится на стадии ликвидации, в этом случае сроки не меняются и остаются такими же, как вот вы видите сейчас в табличке. По отчету ИФС у нас гораздо более напряженная ситуация. Здесь связано с несколькими моментами. Во-первых, эту форму разрабатывал ПФР и предназначается она для сдачи отчетности с 2023 года, то есть мероприятий, которые происходят уже в этом году. За прошлый год мы отчитывались по старым формам. Само название этой формы достаточно длинное сведение для ведения индивидуального персонифицированного учета и сведения о начислениях страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Сокращенно это у нас будет ЕФС-1. Ну и соответственно в большинстве комментариев, в большинстве остальных информационных ресурсов она именуется именно так, ЕФС-1. Порядок ее заполнения у нас утвержден постановлением правления пенсионного фонда номер 245, то есть вот вы видите его номер и формат подачи этого отчета, обратите внимание, только в электронном виде. Это отражено в другом постановлении правления пенсионного фонда номер 246-П. и, соответственно, эта новая форма имеет два раздела и титульный лист. Титульный лист заполняется, как я вам уже говорила, в принципе, ничем не отличается заполнение от других отчетов аналогичных, поэтому обратите внимание именно на те коды, про которые мы поговорили немножко раньше, и подразделы. То есть в подразделе 1 отражается вся отчетность, которую мы раньше сдавали в пенсионный фонд, то есть СЗВТД, СЗВМ, ДСВ и так далее. А во втором подразделе включена форма 4 ФСС, то есть отчетность, которую мы раньше сдавали в социальный фонд. Раздел 2 на настоящий момент еще проходит стадию, когда в него вносятся доработки, так что, скорее всего, там будут еще какие-то изменения. Но поскольку это самый значимый, наверное, отчет, мы сейчас немножко пробежимся по его составлению. То есть по титульному листу возражений или замечаний, или трудностей обычно не возникает, поскольку там достаточно стандартно все. А вот по разделу 1 сюда включены несколько отчетов, поэтому, соответственно, возникает необходимость подавать их в разные сроки. То есть все, что касается кадрового документа оборота, то есть приемы, увольнения, перемещения и так далее, у нас отражается в отчете в разделе 1, но подается он на следующий день после проведения кадрового мероприятия. И, соответственно, это может быть далеко не 25 число. В этом случае мы подаем этот отчет, но не целиком, а заполняем только ту форму, которая требуется. То есть, например, приемы, увольнения мы заполняем только этот раздел. Раздел 2, как вы видите, это уже у нас другая. Другая информация. И поскольку у нас отчет ЕФС-1 аккумулирует сведения, которые мы раньше подавали в два разных фондах, то, соответственно, как я уже говорила, вот вы видите здесь это выделено в письменном виде, то есть раздел 2 формы ЕФС-1 будет в полном объеме реализован полнее. Если мы подаем, например, сведения о трудовой деятельности с 2023 года, то мы формируем его по-прежнему, по прежней форме. Если те мероприятия, которые уже после Нового года происходили, то, соответственно, уже в новой форме. То есть, это в первую очередь идет разговор об отчете СЗВ ТД. Находится он в разделе кадры или раздел отчетной справки, журнал электронной трудовой книжки, или в разделе сервис 1С отчетность, отчетность по физлицам. Еще на что здесь нужно обратить внимание, что с Нового года, то есть с 1 января 2023 года, этот отчет подается только в электронном виде. И, соответственно, если вы попытаетесь сформировать, например, в старой форме, изменить его в ручном редактировании соответствующие разделы, то сдать такой отчет вы не сможете, потому что у него и внутренняя котировка будет изменена и, соответственно, будет уже заточена, если можно так сказать, под электронные документы обороты. Ну, то есть они будут различаться. Отчетность по ФС-1 будет формироваться уже в другом формате и, соответственно, вызовет сложности. А теперь мы с вами переключимся на демо-базы и поговорим вот о чем. Я сейчас переключусь сначала на зарплату и управление персоналом, то есть, соответственно, на зуб. Вот я переключаюсь. Зарплата и управление персоналом. Извините, не получилось. Зарплата и управление персоналом. Вот мы с вами видим. На экране вы видите рекламную ссылку, то есть 1С сам себя хвалит и рассказывает, какой он хороший. Мы это сейчас закроем, нам это пока не надо. Вот так вот. Обратите внимание на то, что здесь еще дается ссылка на 1С-лекторий. Там достаточно много структурированы очень грамотными специалистами информации по поводу и обновлений, и изменений в отчетности. Ну, то есть, достаточно много интересных материалов. Посмотрите, возможно, вас что-то заинтересует. Мы это сейчас закрываем. Рекламку мы тоже закрываем. И вот мы с вами попали в основное меню. Как вы видите, наверху линейка разделов. И нас с вами будет интересовать два раздела в этом отношении. Налоги и взносы и зарплата и кадры. Начнем с того, что для того, чтобы формировалась отчетность по новому формату, необходимо изменить некоторые настройки. Это касается и конфигурации зарплаты управления персоналом, и конфигурации ERP. Самый быстрый способ посмотреть уже в новом формате. То есть, мы берем с вами раздел кадры. Открываем. И здесь у нас есть раздел электронные трудовые книжки. Вот он, мы его видим в центральном столбце. Переходим на электронные трудовые книжки. И сейчас, когда оно у меня откроется, мы с вами посмотрим одну очень интересную особенность. То есть, на самом деле, все вот эти отчеты, которые мы видим в обеих конфигурациях, это не разные отчеты, это один и тот же отчет, который удобно открывать из разных разделов. Поскольку с кадрами связана отчетность, которая раньше была СЗВТД, то в разделе электронные трудовые книжки мы можем сформировать отчет. Отчет сам по себе очень похож на тот, который действовал ранее. У меня вот заранее сформировано несколько отчетов, чтобы в журнале что-то было. И, например, ну вот мы возьмем вот этот отчет. Так, эту линейку мы сейчас с вами поставим на место, чтобы она нам не мешала смотреть табличные части. И здесь на что нужно обратить внимание. Как только вы начинаете готовить отчетность, проверьте, какой релиз конфигурации у вас стоит. Это очень важно для того, чтобы, соответственно, вы могли сдать нужную отчетность. Релиз мы можем посмотреть вот по такой пиктограммке. И здесь, когда мы заходим, мы выбираем сведения в программе. Вот такая пиктограммка и с точечкой, то есть информация. И здесь мы с вами видим релиз нашей платформы. А здесь мы с вами видим релиз самой конфигурации. Почему это важно? Потому что очень много обновлений было именно уже в этом году. Это связано с приемом, с вводом в эксплуатацию, если можно так сказать, новых отчетных форм. И, соответственно, если у вас будет не новая форма, то в этом случае у вас не будет возможности сформировать отчетность уже по новой форме по ЕФС-1. Значит, мы с вами вот видим сейчас сведения о трудовой деятельности работников. Ну, соответственно, здесь появляется информация. И мы можем вызвать печатные формы. То есть, если мы сдаем, например, какие-то корректировочные данные за прошлый год, мы выбираем с вами форму ССВТД. А вот если уже за это будут, то мы выбираем форму ЕФС-1. Если у вас установлен старый релиз, то вот этого пункта, то есть ЕФС-1, у вас не будет, у вас по печатной форме будет формироваться только старая форма ССВТД. Поэтому вот именно в этом году в отчетности за первый квартал нужно следить за актуальностью релиза, чтобы в последний день не оказалось, что что-то не проходит, нужно в пожарном порядке делать обновления. А с обновлениями, как всегда, что-то не стыкуется. Ну, то есть, чтобы заранее проверить, так сказать, подготовить себе материально-техническую базу. Сейчас мы это все закрываем. И, соответственно, вот из нашего журнала мы можем выбрать, не обязательно заходить внутрь, мы можем выбрать и из журнала, и форму сформировать ту, которая нам нужна. Ну, вот, соответственно, если мы убираем ЕФС-1, то будет формироваться уже по новой форме. Сейчас, пока он сообразит, достаточно долго, прошу прощения, это происходит. То есть, вот, новая форма. И, соответственно, обратите внимание, что, когда вы будете формировать, проверьте для начала полноту заполнения нормативно-справочной информации, то есть, НСИ, потому что вот здесь формируется отчетность по тем данным, которые вы внесли в программу. Если вы что-то не внесли, то, соответственно, будут пустые поля, и потом придется либо в ручном редактировании их поправлять, либо, опять же, бежать и заполнять эти сведения заново. Как вы видите, здесь данные все берутся из регистрационных источников, и дальше вот уже, соответственно, идет все, что касается данного конкретного сотрудника. Напомню, что почему мы с вами заговорили про кадры, потому что это отчетность, которая заполняется по кадровым документам, по приему и по перемещению, и по увольнению сотрудников, и, соответственно, в раздел кадров вынесена возможность формировать отчетность, которую мы должны подать на следующий день после кадрового мероприятия. Если мы перейдем в меню зарплата, то здесь у нас тоже есть возможность сформировать отчетность, и здесь, правда, у нас немножко по-другому, и вот мне хотелось немножко отступить, так сказать, от плана работы, обратить ваше внимание на сервис 1С Кабинет Сотрудника. То есть это новый сервис, который позволяет сотрудникам получать необходимую информацию, не дергая бухгалтера, а прямо напрямую из Кабинета Сотрудника. Кабинет Сотрудника – это ресурс, который сформирован на сайте налоговых органов, и почитать про него более подробно вы можете вот по гиперссылке. Здесь, соответственно, вам нужно заполнить информацию, которая касается вашего предприятия, и выбрать дежурную жертву, то есть ответственного за работу с Кабинетом Сотрудника, ну, соответственно, оформив внутренние локальные акты, то бишь переводить на русский язык приказы о том, что вы назначили этого ответственного сотрудника и так далее. Подключить Кабинет Сотрудника очень несложно. Здесь есть достаточно подробная информация, как его настроить и как его подключить. В этом случае сотрудники могут сами формировать, например, себе справки 2НДФЛ или там какие еще их интересуют, ну и получать информацию, за которую обычно раньше бежали к бухгалтеру. Так, сейчас мы отсюда с вами уйдем и переключимся на демо-базу ERP. Здесь у нас немного другой интерфейс, но хочу напомнить о том, что в конфигурации 1S ERP управления предприятием сохранен полностью функционал зубовский, то есть зарплата управления персоналом, то есть все данные, которые мы с вами формируем в зубе, мы можем сформировать и здесь. То есть, соответственно, я не убираю специально вот эту вот ссылочку, чтобы вы обратили внимание, поскольку вся отчетность у нас формируется и отправляется с электронными подписями, то, соответственно, не забудьте обновить свою подпись. Надеюсь, что вы уже прочитали эту информацию и теперь мы с вами посмотрим немножко другую. То есть мы перейдем с вами в раздел НСИИ и администрирование. И для того, чтобы посмотреть то же самое, что мы сейчас с вами смотрели, конфигурация зарплата и управление персоналом, нам нужно будет в меню администрирования выбрать подраздел кадры. И в этом подразделе нам с вами нужно будет проверить, проставлены ли чек-боксы по пролетарски зеленые галочки в этих разделах, потому что если эти галочки не проставлены, то раздел будет скрыт и недоступен для редактирования. Соответственно, нас здесь будет интересовать не только кадровый учет, то есть вот здесь обязательно должен быть флажок, что вы ведете в этой программе кадровый учет, расчет заработной платы. И еще обратите внимание, вот если мы с вами опускаемся немножко ниже, здесь есть раздел воинский учет, и вот здесь мы тоже должны проставить флажок, поскольку, к сожалению, воинский учет у нас тоже попал в разряд обновленных. На самом деле на воинский учет раньше уделялось не очень много внимания, особенно если малые предприятия, или, например, у вас работают в большинстве женщины, но сейчас, поскольку мобилизационные мероприятия, и у нас происходит операция, про которую вы все знаете, то, соответственно, и воинскому учету стали уделять гораздо больше внимания, и также тоже штрафы предусмотрены. Когда мы ставим такой чекбокс, у нас открывается дополнительно раздел, который позволяет ввести документы, документы, связанные с этим блоком. Например, в конфигурации бухгалтерии мы сразу видим весь функционал, а здесь некоторые разделы требуют дополнительной активации, и, соответственно, после того, как мы проставим, активируем, так сказать, этот блок, то у нас будет возможность работать с этими документами. Но, к сожалению, формируется он не сильно быстро, а пока это формируется, мы с вами вернемся снова к нашим слайдикам. Я переключилась на наши слайды. И поговорим мы вот о чем. То есть у нас в форму автоматически добавляются сведения, но, соответственно, если мы ставим отметку, что мы здесь ведем кадровый учет, то отражаются не только трудовые договора, но и договора гражданско-правового характера. Они тоже претерпели изменения в этом году. Как вы знаете, теперь с договоров гражданско-правового характера мы платим абсолютно все взносы, то есть уже теперь не удастся сэкономить на ГПХшниках. Ну и, собственно говоря, появились дополнительные коды. То есть если раньше просто можно было написать гражданско-правовой характер, то теперь обратите внимание вот на что. Поскольку есть теперь коды ОКЗ, то их необходимо, во-первых, нести в программу, а во-вторых, обращать внимание на то, как отражается в программе. То есть есть договора гражданско-правового характера, есть договора авторские, есть договора лицензионные. Ну, например, договор авторского заказа будет отражаться как ДАВТ. И, соответственно, если это будут кадровые мероприятия, например, по лицензионным договорам или по договорам об отчуждении исключительных прав, то, соответственно, вы видите, что будут другие аббревиатуры. И, соответственно, эти аббревиатуры должны будут отражаться в сведениях о пенсионной, в персонифицированных сведениях по пенсионному учету. Здесь вы видите ссылочку, то есть раздел «Кадры». И, соответственно, нам будут требоваться регистрации трудовой деятельности, то есть коды трудовой деятельности. Значит, мы снова с вами сейчас вернемся в демо-базу, в демо ERP и посмотрим, что у нас здесь есть. К сожалению, он еще не сработал у нас. Ну, да ладно, тогда мы с вами сходим в зуб. И у нас вот здесь, вот обратите внимание, я сейчас опущу немножко вот эту линейку, вот так вот. То есть у нас здесь есть раздел «Налоги и взносы», есть «Настройка» и есть «Администрирование». То есть в «Настройки» мы можем с вами заглянуть для того, чтобы убедиться, что у нас с вами здесь, ну, как бы заполнены необходимые сведения. То есть у нас интересует кадровый учет. И вот сейчас кадровый учет у нас откроется. И настройки кадрового учета можем проверить. Соответственно, вот у меня установлены не по умолчанию, а по тем данным, которые внесены в демо-базу, вы, соответственно, должны будете проверить это согласно вашим реалиям, согласно вашим учетным политикам и тому, как ваш бизнес ведется. Обратите внимание вот на эти флажочки. То есть заполнять всеми мероприятиями до 2022 года, если у вас учет ввелся. И, соответственно, вот у нас флажок по воинскому учету, видите, да? И, соответственно, есть еще один в разделе воинский учет, еще один флажок. Ведется учет броневывания граждан на период мобилизации. Значит, если мы ставим вот этот флажок, то у нас добавляется отчетность по воинскому учету, то есть одна отчетная форма. Если мы поставляем вот здесь вот флажок, то у нас сразу, соответственно, добавляется еще две отчетных формы. То есть два вот этих флажка добавляют нам головной боли в виде трех отчетов, которые нужно будет сдавать в военный комиссариат. То есть по воинскому учету мы с вами отчитываемся не в налоговую инспекцию, а в военкомат. И здесь еще на что нужно обратить внимание, что унифицированной формы отчетности нет. Есть как бы общая применимая форма, но у некоторых военкоматов могут быть бланки, которые касаются конкретно вашего региона. Поэтому перед тем, как сдать отчетность в военкомат, необходимо с ними либо созвониться, либо каким-то другим образом сконтактировать, то есть сходить, например, к ним лично и выяснить, можем ли мы сдавать по общепринятой форме или у них есть какая-то специфическая своя форма. Ну и, соответственно, специальности сотрудников. Если мы ведем по специальностям, то вот здесь флажочек нам дает возможность работать с этим контуром. И, соответственно, вот теперь более, так сказать, практичная часть – это раздел зарплата и налоги износа. То есть обратите внимание, в разделе зарплата у нас с вами есть, ну, собственно, обычный перечень операций, которые делаются, и есть расчеты и выплаты, и есть отчеты по заработной плате. Когда мы с вами запускаем отчетность по заработной плате, мы с вами увидим, ну, собственно, те же самые отчеты, которые мы можем сдать и из ERP, и из бухгалтерии, то есть из любой другой конфигурации. Но, может быть, у нас сейчас уже в ERP-шке сработало, пока здесь открывается. Да, в ERP у нас сработало. И вот, как вы видите, здесь точно так же у нас есть и специальности сотрудников. И вот мы видим сервис 1С кабинет сотрудника. И вот здесь, ну, может быть, немножко более понятно, каким образом, где находится этот сервис. То есть мы можем его использовать в облаке фирмы 1С, а можем в локальной сети, ну, собственной компании, соответственно. И, в общем-то, функциональность от этого не изменяется. Функциональность будет срабатывать та, которая заложена при этом. Вот, видите. Наконец, сработал у нас в ЗУПе блок отчеты по заработной плате. Здесь у нас в основном управленческая отчетность. То есть вы видите, что можно сформировать обычные бухгалтерские документы. То есть это расчетные ведомости, расчетные листки. То есть когда мы формируем расчетный листок, вы знаете, что в этом году изменения по работе с расчетными листками. Теперь мы не можем их отправлять по электронной почте. И, соответственно, здесь у нас размещены в основном бухгалтерские и управленческие отчеты. А вот отчетность по регламентированному учету у нас с вами располагается немножко в другом. То есть у нас есть в разделе налоги и взносы отчеты по налогам и взносам. И вот здесь вот у нас с вами отчетность, которая позволяет проанализировать, ну, собственно, учет, который ведется по этому блоку. А в разделе отчетность и справки у нас с вами есть блок 1С-отчетность. Здесь хочу напомнить, что 1С-отчетность – это не только название блока, но это и название дополнительного сервиса. В чем суть этого сервиса? Он позволяет работать и с конфигурацией 1С напрямую с сайтом налоговых органов. То есть те, кто работает через операторов электронных каналов связи, например, там Астрал, СБИС, ну, то есть любые вот эти операторы. У нас получается, что мы формируем файл, выгружаем его на ресурс оператора, и уже оператор его отправляет, например, в налоговые органы. То есть у нас получается как бы промежуточное звено в виде оператора электронных каналов связи. Сервис 1С-отчетность помогает избежать вот этой перекидки и формировать как саму отчетность, так и отправлять ее напрямую из конфигурации 1С. И здесь мы уже с вами видим, вот сейчас отражается журнал отчетности, и, собственно говоря, вот у меня сформирован один отчет, то есть СЗВТД это ЕФС-1 за 2023 год. И здесь в чем удобство, то есть, во-первых, сокращается время на прохождение отчета, а это сейчас очень актуально, поскольку, допустим, если налоговая выявила какие-то факты, например, прислала вам уведомление о том, что ваша отчетность признана, не предоставлена, то у вас будет 5 дней на то, чтобы подать возражения, пояснения, документы предоставить. И если вы из этих 5 дней потеряете, например, 2 дня на то, что будет обмен с третьей стороны, то есть с оператором, от оператора в налоговую, то времени останется совсем ничего. Здесь по кнопке «Создать», то есть это привычное действие, здесь ничего не изменилось. По кнопке «Создать» у нас сформируется с вами меню выбора, то есть вот вы видите, есть закладочка «Избранные», то есть здесь все отчеты, которые я уже формировала, которые у меня в журнале отражаются, и я могу выбрать что-то отсюда. Но если, например, это новый отчет, который я еще ни разу не делала, то здесь у меня его нет, соответственно, я должна перейти на закладочку «Все», и, например, «ИФС», это у нас будет отчетность по физлицам, и здесь я должна уже выбрать, ну вот, например, я выбираю СЗВТД, это, как мы с вами уже посмотрели, отчетность «ИФС-1», то есть я его могу либо отметить звездочкой, либо просто нажать «Выбрать», и в этом случае он у меня появится в журнале «Избранном», и я смогу уже формировать его отсюда. Так, это мы сейчас выключим и попытаемся переключиться в ERP. Да, здесь у нас сформировалось тоже. Подвинем вот так вот. Здесь, смотрите, немножко другая структура, но функциональность у нас абсолютно одинаковая, то есть то, что мы можем сделать в зарплате, мы можем сделать и в ERP, а, ну, немного другая компоновка меню, интерфейс другой. То есть, соответственно, когда мы готовим с вами отчетности уже по, например, персонифицированному учету, то есть используем новые формы отчетности, нас будет интересовать блок «Рекламентированный учет». Но прежде чем начинать подготовку, мы с вами также должны проверить настройки. То есть мы переходим в раздел «НСИ» и «Администрирование», ну, например, мы с вами смотрели кадры. Соответственно, если мы работаем с зарплатой, нас будет интересовать раздел «Зарплата». И еще один момент, обратите внимание, что кроме того, что вы должны сделать настройки здесь, то есть в программе, ну, вот вы видите то, что у нас должны быть отмечены, это, в принципе, по умолчанию ставится, но вы должны проверить, и что у вас настройки, которые в программе, соответствуют текущим реалиям, то есть что вы ничего не забыли здесь включить, то есть не забыли включить никакие сведения, которые сейчас используются. И здесь еще у нас есть очень интересный момент, есть классификаторы. Снова сюда переключимся. И кроме классификаторов у нас есть, допустим, интеграция, если вы используете документы оборот, то, соответственно, вот эти пункты вам тоже нужно будет, ну, скажем так, освежить в памяти. И посмотреть в обязательном порядке учетную политику организации. То есть учетная политика у нас с вами живет в разделе организации и находится она в каждом юридическом лице. В базе ЕРП, по отличие от тоже, например, бухгалтерии, учетная политика может быть одна на несколько юрлиц. То есть, ну, вот возьмем, например, Андромеду, то, что первое под руки попалось. И сейчас, когда оно у нас откроется, то есть мы можем создать одну учетную политику, если у вас несколько лиц юридических используют аналогичные учетные политики, то, соответственно, вы можете созданную учетную политику применить для одного, двух, трех и так далее ваших юридических лиц. В бухгалтерии для каждого юрлица создается своя индивидуальная учетная политика и уже выбирается только она. То есть использовать одну учетную политику на несколько юрлиц не получится. И интересуют нас здесь, соответственно, две закладочки. То есть одна закладочка – это учетная политика, и вторая закладочка – это зарплата и кадры. Соответственно, вы проверяете корректность того, что здесь записано. Если нужно что-то поправить, то по ссылке «Изменить» вы переходите внутрь раздела и меняете те параметры, которые для вас необходимы. И закладочка «Учетная политика». Учетная политика немного больше информации, которую нужно проверить. То есть, ну, во-первых, проверить систему налогообложения. А во-вторых, проверить, как вы видите, у меня здесь нету сведений про воинский учет, потому что я не проставила чекбокс. Соответственно, вам нужно это проверить и, соответственно, добавить настройки по кадровому учету. Сейчас мы с вами перейдем в раздел «Регламентированный учет». И, как вы видите, вот он у нас тоже блок 1С «Отчетность». И абсолютно точно такое же меню, как в «Зарплате и управлении персоналом» у нас с вами присутствует в ERP. И сейчас мы с вами перейдем в меню «Регламентированный отчет», только уже в ERP, а не в ZUP. И, соответственно, здесь у нас с вами отразится журнал отчетов общий, то есть то, что мы только что смотрели в ZUP. И абсолютно такой же выбор, как и мы смотрели там. Выбор того учета, который вы хотите сформировать и который вы хотите перенести в избранное. Это вот 1С сама себя хвалит. Это она пишет про отчетность, то есть про сервис 1С «Отчетность». Почитать про него поподробнее вы можете здесь по гиперссылочке. Ну и, соответственно, присоединиться можно очень просто. То есть для этого ничего не нужно делать дополнительно, кроме того, что у вас должна быть подписка на ИТС. Если у вас подписка «ПРОФ», то вы можете использовать функции 1С «Отчетность» для одного юрлица бесплатно. Если у вас подписка ИТС «Техно», то в этом случае это будет небольшая дополнительная плата, но сопоставимая, например, сервис проверка контрагентов стоит порядка 4800 рублей на год, ну в зависимости от того, сколько лицензии вам надо там и так далее. То есть это, в принципе, очень дружественная сумма. Ну, с учетом, если этот год разбить на 12 месяцев, то в месяц получится очень большая сумма. И теперь обратите внимание на личные кабинеты. Личные кабинеты у нас присутствуют в блоке 1С «Отчетность». И еще о нем, не именно эти личные кабинеты, это личные кабинеты организации. А еще словосочетание «Личные кабинеты сотрудников», как мы с вами смотрели, у нас присутствует в разделе «Зарплата кадры». То есть если личный кабинет сотрудника отражает взаиморасчеты с конкретным физическим лицом, то здесь мы видим настройку, которая позволяет работать напрямую с сайтом, ну вот налоговая инспекция, ФСС и ФСС, работа с электронными лицами нетрудоспособности, подтверждение вида деятельности, социальные выплаты и так далее. И кабинет статистики. Статистика в этом году начала штрафовать, извините, перескочила, начала штрафовать и достаточно серьезно, то есть штрафы до 70 тысяч, при повторном нарушении до 150 тысяч, поэтому обратите внимание на это. Сейчас мы с вами снова к нашим слайдикам вернемся. И вот о чем хотелось сказать. Поскольку, ну естественно, законодательство изменилось, изменились и штрафные санкции. Но здесь на самом деле у нас, в общем-то, не все так печально, как в некоторых других разделах, и есть несколько приятных новшеств. То есть сами по себе штрафы остались на уровне прошлого года. То есть если вы не сдали персонифицированную отчетность какую-то, или, допустим, не всех сотрудников туда включили, то штраф за непредоставление или недостоверные сведения о сотрудниках вам будет стоить 500 рублей на каждого работника. То есть и в 2023 году, и в 2022 эта сумма не изменилась. А вот сроки уплата штрафов поменялись, потому что если в прошлом году у нас было 10 календарных дней с момента получения требования об уплате штрафа, то в 2023 году у нас есть уже 20 дней, и действует еще вот такая приятная мелочь. Если вы укладываетесь в этот срок, то есть 20 календарных дней, то вы имеете право заплатить не полностью сумму штрафа, а только половину. То есть по такому принципу уже достаточно давно работают ГИБДД, то есть по штрафам ГИБДД. Если вы уплачиваете их в установленный срок, то вы платите 50%. И освобождение от ответственности в случае, если вы что-то не сдали, и вам надо сделать исправление, или вам не фискальные органы прислали требование, что предоставить уточнение. Здесь нужно напомнить, что вы можете, естественно, подать корректирующую отчетность, и в этом случае, соответственно, отправить ее адресату. Если вы до момента подачи корректированной отчетности вы посчитали, выявили недоимку, заплатили недоимку, и после этого подаете корректировочную отчетность, то штрафа вы, соответственно, избежите. Это касается и ситуации, и когда вы получили требования от, например, налоговиков, что они нашли у вас какие-то нарушения. Также, если вы это нашли самостоятельно, то есть без требований, алгоритм действий одинаков. То есть в первом и во втором случае мы рассчитываем новую базу, рассчитываем новые суммы отчислений, уплачиваем их, и после этого подаем корректировку. В противном случае штрафа вам не избежать, то есть если вы подали корректировку, а потом уже начинаете расчеты оплаты, то у вас все равно будет штраф. Если мы говорим с вами про персонифицированный учет, вот это только что мы с вами табличку посмотрели, и расшифровка по этой табличке у нас вот что говорит. То есть при нарушении сроков 500 рублей мы с вами видели. Если не соблюден порядок сдачи в виде электронных документов, то штраф составит 1000 рублей. Раньше у нас этого не было, но поскольку ЕФС-1 подается только в электронном виде, то, соответственно, на это вот обратите внимание. Если какие-то нарушения у нас имеются в разделе 2 ЕФС-1, то здесь нужно учитывать, штрафы у нас остались в тех же размерах, и они, в принципе, достаточно недружественные. Почему? Потому что нарушение сроков ведет к начислению штрафа в размере 5% от начисленной за последние 3 месяца суммы. То есть, соответственно, если предприятие более-менее крупное, если у вас достаточно много сотрудников, то эта сумма может быть достаточно внушительной. Ограничение 30% – это, конечно, небольшой утешительный приз, но, тем не менее, начисления будут большие. А вот для предприятий, которые маленькие, которые имеют в штате одного-двух сотрудников, значит, штраф составит не менее 1000 рублей. То есть, если у вас начисления составили 200-300 рублей, то платить 1000, конечно, уже обидно. И как избежать применения штрафных санкций? Это то, что я вам только что рассказывала, когда мы успеваем в срок, который выделен, то есть 20 дней в этом году. И, соответственно, плюс к этому можно воспользоваться возможностью написать пояснительную записку, написать, что это первый раз, что мы больше никогда так не будем делать, мы будем очень стараться. В этом случае по решению фискального органа штраф может быть либо снижен, либо вообще отменен. Еще раз повторюсь, что ЕФС мы сдаем по событиям, которые у нас начинаются с 1 января 2023 года. И, повторюсь, не все так страшно, сдавать всю форму целиком нам не обязательно. То есть, соответственно, мы сдаем только те разделы, которые требуют других сроков. Ну, то есть СЗВ, это СЗВ-то касается. И еще одна тонкость, но это, в принципе, уже из разряда приятных, поскольку сдавать отчетность ЕФС-1 в Социальный фонд России это обязанность работодателя без расшифровки должности, то есть не указано, что, например, конкретно главный бухгалтер или конкретно кадровый специалист, то в этом случае делегировать сдачу отчетности можно разным лицам. То есть, если у нас необходимо сдавать раздел ЕФС-1 по кадровым мероприятиям, то мы можем делегировать эти отчеты кадровым сотрудникам. Если это касается разделов отчета, где заполняются перфорифицированные сведения или какие-то другие, то, соответственно, в этом случае можно делегировать подачу этих отчетов уже бухгалтерии. Ну, поскольку она имеет дело с начислениями и с расчетами взносов, то могут сдавать разные сотрудники. Но здесь вот на что нужно обратить внимание. Как вы знаете, у нас начали действовать машиночитаемые доверенности, еще одно новшество. То есть, соответственно, тому сотруднику, которому вы делегировали подачу отчетности, то есть, например, кадровому сотруднику или бухгалтерии, на этих сотрудников нужно оформить либо машиночитаемую доверенность, либо доверенность к ЭП... недоверенность к ЭПА, а квалифицированную электронную подпись. Оформить ее требуется в налоговых органах, а это требует личного присутствия. И сейчас мы с вами еще... Прошу прощения, еще раз переключимся на... Допустим, переключимся на ERP и посмотрим, вот какой момент. Это мы закроем, это нам сейчас не нужно. Так, и это нам тоже не нужно. Нет, не нужно нам никаких таких сведений. То есть, мы с вами сходим еще в регламентированный учет. И вот на что обратим внимание. То есть, мы с вами посмотрели журнал отчетности, посмотрели другие, посмотрели личные кабинеты. И, собственно говоря, здесь еще что для нас будет важно, что сейчас предусмотрена переписка и сообщения в контролирующие органы. То есть, это дополнительный сервис, который может быть использован. И, как вы видите, сообщения в контролирующие органы это все документы, которые имеют унифицированную форму, то есть, какую-то жестко закрепленную форму. И вы можете использовать ее, выбрав просто выбрав из нужного перечня. Перечень, видите, достаточно большой. И если вы, например, меняли параметры учета, то есть, переходили с 6% упрощенки на 15%, или, наоборот, потеряли право на упрощенку, то в этом случае можно прямо отсюда сформировать и отправить налоговые органы. Обратите внимание, поскольку программа дорабатывается постоянно, то есть возможность попробовать новый интерфейс. Если он вам не понравится, то вернуться обратно к этому сервису. И что нам еще здесь важно? То есть, в ERP у нас с вами есть регламентированный учет и есть финансовый результат. То есть, в регламентированном учете у нас, собственно, собраны все отчетные формы, которые мы с вами применяем и для отчетности, и для, ну, не только для отчетности. А финансовый результат, вот сейчас мы с вами сюда перейдем. Да. Здесь у нас с вами, в общем-то, самое основное, что нас интересует, это закрытие месяца. И закрытие месяца в ERP может формироваться двумя способами. То есть, мы, соответственно, можем с вами выполнить окончательное закрытие месяца и выполнить предварительное закрытие месяца. На отчисления, которые касаются пенсионных, персонифицированного учета пенсионных взносов, ну, то есть, на зарплатные, это не повлияет. То есть, вот мы можем выбрать с вами окончательное закрытие и предварительное закрытие. И если мы с вами выбираем предварительное закрытие, то в этом случае у нас с вами изменится, ну, во-первых, это быстрее сработает, а во-вторых, мы с вами можем использовать для просмотра, что у нас получается. При предварительном закрытии месяца у нас не будет пересчитываться себестоимость списания от МЦ, у нас не будет списываться некоторые дополнительные расчеты, ну, то есть, у нас будет предварительная оценка, но взносов зарплатных она не затрагивает. Когда мы с вами будем формировать именно полное закрытие, то есть, когда мы сможем сформировать и баланс, и все остальное, то мы выбираем окончательное закрытие месяца. В этом случае оно будет дольше работать, потому что будет пересчитываться себестоимость ТМЦ, себестоимость готовой продукции, зарплата не затрагивается, потому что операции по заработной плате у нас как при расчете сделано на начисление, так они и останутся. Но вы сможете посмотреть предварительный ваш финансовый результат раньше, чем вы сделаете окончательное закрытие месяца. теперь мы с вами, ну, к сожалению, быстро на учебных базах не срабатывает. И обратите внимание еще на спецрежимы. То есть, вы тоже слышали, что в 2023 году работает пилотный проект по АУСН, то есть автоматизированная система, автоматизированная и упрощенная система налогообложения. Сейчас она работает в четырех территориальных образованиях, то есть Москва, Московская область, Калужская область и Татарстан. Но со следующего года планируется, что ее смогут применять все. И в отношении заработной платы эта система налогообложения имеет более жесткие ограничения. То есть, там количество сотрудников не более пяти человек. Ну и, соответственно, для того, чтобы вы могли не только начисления формировать правильно, но и единый налоговый платеж формировать правильно, то вам нужно обратить внимание вот на этот раздел. Единый налоговый платеж. К сожалению, наше время уже подошло к концу. Я снова переключаюсь на наши слайдики. И я хотела бы вернуться к началу нашей встречи, конкретно к титульному листу, еще раз напомнить вам наши координаты. То есть, это электронная почта, телефоны, телеграм-контакты. И, собственно, напомнить, что компания Кодерлайн занимается всеми работами, которые связаны с семейством 1С. То есть, это и продажа, и настройка, и доработка. Поэтому мы будем рады оказаться вам полезными. И если у вас возникают какие-то вопросы по нашему вебинару или по каким-то другим, вы можете нам их задать любым удобным для вас способом. В письменном виде это немного удобнее, потому что мы сможем, во-первых, больше времени уделить ответу, а во-вторых, уже ответить конкретно касательно вашей ситуации, ваших реалий, если можно так сказать. Компания Кодерлайн благодарит вас за то, что вы уделили нам время, проявили интерес. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. разрешите пожелать вам всего доброго, хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok